Добрый день меня зовут Алексей добро пожаловать на канал видео смайл и в этом уроке который не привязан никакому софту расскажу о том какие есть возможности для презентации вашей 3d модели потому что бывает такое что человек все сделал красиво проработал текстуры смоделил удержался в нужном полигонаже и так далее и тому подобное и потом делает такой рендер что вся его работа не то что не видна но она еще и в невыгодном свете начало будет теоретическая потом мы откроем сценки посмотрим как что можно сделать чтобы представить вашу работу в выгодном свете и продемонстрировать все то что вы сделали то есть все ваши скиллы начнем с того как делать не надо не надо халявно относиться к процессу визуализации потому что вроде бы все силы потратили на модельку потом поставили какой-то свет вроде тени есть половину модели нет что за фон непонятно блики какие-то спереди и собственно рисовали вы бамп здесь рисовали ли вы карту потертости вообще ничего не понятно либо берут hd-ray карту которая дает блики не смотрят ни на температуру то есть цвета все начали в зеленый уходить фон не отключают и также все это негативно воспринимается особенно вот когда линии окружения пересекаются с линиями геометрии и в общем все мимо либо ракурс какой-то непродуманные либо линия горизонта видна и на средний этап не тратится столько сил внимания и сосредоточенности как на работу с моделью в результате получается не совсем дорого богато и может даже сыграть вам не на руку какие варианты я бы предложил по визуализации вашей модели это конечно же техническая то есть вы рендерите модельку на каком-нибудь например полу с отражениями или просто в темном или светлом окружении чтобы фокус был чисто на нее до нужны блики и какие-нибудь тени желательно поставить еще например контравик в данном случае это демонстрационный также можно показать те текстуры которые вы рисовали это бампы нормальные показать сетку карта металл нас то есть где у вас будут отражения где не будут карта диффьюза пожалуйста сделали такую выкладку у меня немножко криво отрендерилась нормаль вот мы видим ее но я ставлю так то есть любом случае ну сделали заметили потому что на диффьюзе не так сильно бросается здесь есть небольшой косяк то есть и для себя тоже хорошая пометка и следующий вариант это когда вы делаете небольшую анимацию как справа и свет меняется поигрывая как раз на бликах мы видим металлические элементы в данном случае это потертости мы видим форму мы видим как работает бамп трещины и прочее то есть очень хорошая составляющая продемонстрирует взаимодействие со светом как я выше сказал зоны преломления отражений в данном случае у нас тут отражение это металлические участки и также передача фактуры поверхности то есть видно что все это шероховатое что есть трещины что-то металлическое и источники света подчеркивают форму то есть мы понимаем что это все круглое и следующий прием это создание контекста то есть когда вы берете модель создаете некоторое окружение и делаете несколько кадров которые создают историю в данном случае оружие патроны и чертежи какие-то макропланы чтобы показать вашу работу с материалами чтобы проработали все детальки потертости выпуклости и соответственно можно также и вложить в руку какому-нибудь персонажу теперь теоретическая часть у нас заканчивается и давайте посмотрим как это можно реализовать начнем с рассмотрение работы со светом и второе это создание контекста создание окружения для какой-либо модели перед тем как начать разбирать сцены скажу пару важных вещей во-первых композиция кадра если у вас есть какой-то объект например в данном случае череп в синеме к слову есть вкладка composition и здесь можно настраивать всякие маркеры и гайды для выстраивания композиции но даже если у вас нет пару простых советов форма объекта должна считываться объект не должен зарезаться если это не оправдано сюжетом ракурс должен показывать те объекты те элементы которые вы хотите продемонстрировать в данном случае не видно зубов почти ничего не видно то же самое вот при каком-то таком ракурсе не особо понятно что это череп вот поэтому обязательно выставляете камеру таким образом чтобы объект считывался считывалась его форма и прочее вместо прочего важные объекты то есть если вы хотите показать как вы заскульптили например череп надо показывать с разных сторон да или например диагональный вид но точно не надо показывать вид сверху какой-нибудь вот такой где еще обрезается и вы можете сейчас посмеяться что да все понятно и все ясно ничего не ясно ничего не понятно вижу десятки рендеров у людей которым все ясно все понятно и они допускают как раз все ошибки и срезается объект и неправильный ракурс и прочее как понять что неправильный ракурс приведу очень простой пример возьмем кубик и при виде сбоку мы видим вот толщину длину да но если мы выберем ракурс вот такой мы теряем свойства длины то есть буквально чуть-чуть не имеет глубины плохо то есть свет не работает с моделью или загрузит источник света который дает тени вот все хорошо но он слишком яркий то есть убивает детальность конечно здесь уже лучше мы видим тени впадины хорошо но интенсивность конечно неправильно подобрана могут также взять поставить где-нибудь сбоку источник света чтобы подсветить объекты но забывают про контровой свет опять же если это не стилистический прием и в результате там теряется куча-куча деталей поэтому очень важно чтобы свет работал таким образом чтобы подчеркнуть геометрию не просто так вы расставляете источники света очень хорошо посмотреть на фотографии как в реальной жизни то или иное фотографируют и повторить эту схему освещения соответственно в 3d вот пример когда используется просто одна hd рай карта которая имеет получается двухтоновое освещение теплое и более холодное пожалуйста у нас есть и затемнение справа и свет слева он не выжигает то есть мы видим все там упоры и структуру и прочее пожалуйста используйте hd рай карту но которая создает тени а не убивает также можно использовать несколько источников света один слева и так как у нас справа провал ставим справа источник света послабее у 1 10 у другого например 5 пожалуйста у нас есть светотеневый переход и все подчеркивается в геометрии и если уж захотели играться с цветами да мы можем взять те же самые источники света один слева покрасить его например в оранжевый цвет другой справа более желтый наверное здесь более красный получается достаточно темно сверху небольшой источник света получаем вот такое интересное освещение выглядит это крайне просто таким образом два источника таким то есть один чуть впереди другой чуть позади и у нас появляются светотеневые переходы имея это все ввиду давайте приступим к разбору сцен и посмотрим как они устроены изнутри начнем разбирать варианты как можно презентовать модель с более менее простого и понятного инструмента это демонстрация освещение то есть как у нас текстуры работают как они реагируют по умолчанию на почти во всех рендер движках есть какой-то базовый источник света можно загрузить какую-нибудь hd-ray карту у меня есть grey skill gorilla давайте закреплю здесь вот и важно выбрать такую карту которая не просто будет освещать а будет подчеркивать вашу модель то есть например подобная hd-ray карта не подходит она искажает текстуры не очень здорово можно конечно попробовать убрать насыщенность увеличить там силу и в целом наверное тогда что-то получается но она очень равномерная то есть мы не видим и игры света очень все облекло поэтому не просто hd-ray карту берем а берем такую hd-ray карту которая бы подчеркнула нашу модель возьмем камеру поставим какой-нибудь длиннофокусный объектив например вот так естественно скрываем нам это окружение не нужно и посмотрим как у нас она будет взаимодействовать с нашим объектом вот это уже что-то то есть мы спокойно видим переливы давайте еще чуть-чуть посильнее сделаем 3 и у камеры включим постпроцессы это исключительно для такой чуть чуть красивее чем обычно то вот маленькие ореольчики такие glow в принципе это можно и на постпродакшене сделать но в данном случае у нас простой рендер и мы не будем сильно усложнять работу чтобы потом ничего не композить и возьмем сделаем вращение от нуля хотя от нуля мы видим не очень выгодно из минус двести девятнадцать до кого-нибудь вот такого момента то есть минус двести девятнадцать эти плюс 360 полный круг обязательно ключи в данном случае сделаем линейными чтобы у нас вот такое было переливание и наш объект подсвечивался и демонстрировался с разных сторон блики и прочее также мы можем сделать так библиотека нам больше не нужно это использование источника света мы его запернтим к дом лайту и по сути поставим его с другой стороны вот на 180 градусов и того у нас получается такая схема что когда дом light вращается у нас всегда будет контровой источник света я его сейчас подкрашу в какой-нибудь цвет просто чтобы мы его получше видели вот куда он нас бьет естественно послабее то есть это у нас такой нюансовый источник света можно сделать его более узким понизив spread то есть он такой прямо считывается линия она не размывается вот мы видим можно поставить свет из окна потому что в целом это городской объект и тоже будет уместно верну на какой-нибудь холодный оттенок но прямо совсем чуть-чуть потому что не хочется искажать основные цвета текстуры и вот у нас получается хорошая демонстрация которая подчеркивает многие элементы также может получиться что мы добавим еще один источник света например сверху пока удалю дом light и area light который будет например подчеркивать вот всякие царапины бампы и прочее побольше и мы видим что настроение уже другое то есть можно сделать несколько рендеров можно включить все это вместе дом light например сделайте послабее потому что у нас сверху появился дополнительный источник света я его сейчас уберу и мы видим что у нас теряются вот здесь все эти детали то есть такое освещение мы можем использовать для демонстрации работы текстур можно использовать не только дом light и area light и можно вообще просто обойтись источниками света которые будут стоять друг напротив друга создавать некоторое настроение то есть мы можем поставить их таким образом сделать один источник света например потеплее чуть-чуть другой похолоднее чуть разные температуры и у вас будет тоже такой типа дневной свет где-то теплые блики где-то холодные и сверху источник света дает дополнительное подчеркивание факту также мы можем взять камеру и сделать rs камера например какой-нибудь макро план да дабы подчеркнуть что у вас здесь была проведена работа с деталями заходим берем какую точку фокуса и включаем боке во всех рендер движках это делается чуть-чуть по-разному да ну в данном случае просто я использую redshift для демонстрации и вот какой-нибудь такой ракурс взяли точку и показ важно что например в данном случае текстура не предусматривает прямо совсем близкий ракурс поэтому она выглядит немножко мыльной вот мы можем отъехать и найти такой типа средне крупный план или зависимости от освещения например вот так сделать акцент на какой-то другой элемент нашей модели здесь в целом все хорошо местами есть там угловатости но опять же это игровая модель и здесь немного другие требования определенный полигонаж чтобы движок все это быстро отрисовывал и не требовалось супер крутых видеокарт то есть выбираем ракурс ставим свет можем сделать несколько рендеров с hd рай картами или поставить несколько источников света сделав двух трех пяти точечную анимацию в данном случае очень сильный конечно блум получился поэтому я его уберу он нам не нужен настолько явный это лишь небольшой акцент который чуть чуть добавляет красоты вашей картинке давайте теперь рассмотрим второй сценарий это создание контекста теперь рассмотрим второй сценарий это когда мы создаем контекст на сайте миксама я уверен вы все знаете есть кучу моделек и мы всегда можем взять их закинуть в наш редактор и выбрать какую-то позу причем по умолчанию у него есть текстуры то есть можно прямо вообще получить сразу на халяву и текстуры и модельку и еще анимацию но в данном случае статика поэтому используется статичный режим и есть моделька оружия которую подставляю соответственно в руки не совсем она корректно подходит но ракурс выбран таким образом чтобы всю эту некорректность мы не видели то есть пожалуйста фокус на автомат даже можно сделать какие-то текстуры просто более черные чтобы они не отвлекали от модели то есть фокус цвет и все мы акцентируем исключительно на нашей модели что касается освещения как и в прошлой части достаточно просто есть источник света с одной стороны это верхний источник света давайте-ка залочим четвертую камеру есть источник света слева то есть нам обязательно надо сделать вот это контровое освещение которое будет подчеркивать границу отбивать от фона обязательно если это была бы hd-ray карта фон нам здесь не нужен нам нужна альфа то есть дальше это можно скомпозить в афтер эффекте или фотошопе и создать прям полноценную историю там какой-то хуть сюда нарисовать и так далее соответственно основной источник света который бьет у нас слева и подсвечивает как раз вот спекуляры форму и прочие элементы также здесь есть фокус который на пушке человечек в небольшом расфокусе важный нюанс что если мы будем брать очень большие значения да то у нас получается макроплан и немножко уже теряется история поэтому важно здесь не переворщить и найти такое значение чтобы и фокус был на вашем объекте и задний объект не совсем уходил в мыло ну предварительно я здесь сделал на две камеры более общий план мы видим что здесь достаточно сильный glow и более крупный соответственно для второго конечно нам надо вот эти блумы мы видим их вообще здесь и быть наверное не должно включаем пятый обновляем заходим в настройки и да они здесь включены про настройки я расскажу чуть позже итак двух трех источников света в принципе хватает для того чтобы показать необходимую модель необходимый ракурс если нам ракурс нужен другой например вот такой да то в целом можно это все подвинуть подкрутить и получить соответственно картинку также взять источники света подвинуть их в данном случае модель хорошо подсвечена можно чуть-чуть отъехать человечек похуже и она хорошо выделяется в его руках также можно вот эту часть меньше осветить для этого надо найти источник света который сюда бьет и понизить его яркость например это что касаемо использования дополнительной модели для создания вот антуража контекста при визуализации оружия заходим на миксама берем нужную модель кидаем ее в ваш редактор и вставляем оружие в руку используем 2-3 источника света которые будут подчеркивать модель фактуры и рендерим теперь рассмотрим другую сцену это сцена в которой общие планы есть и крупные планы общий план делается для того чтобы создать некую атмосферку то есть в данном случае это что-то такое милитаристическое на заднем фоне чертежи какая-то подложка но не сильно отвлекающая от основного объекта сцены рядом возможные патроны дальше соответственно close-up который показывает работу с микродеталями также включен depth of field чтобы была глубина резкости и дополнительно подчеркиваем что мы вблизи и несколько таких планов на дули вот прямо хорошо видна вся проделанная работа с bump текстурами потертости великолепно и третий это например вот дополнительный второй объект здесь текстура просто накидана в режиме кубик поэтому она где-то может соскочить давайте пройдемся и посмотрим что здесь сделано как это работает в первую очередь выйдем из камеры выберем источники света скажем visible дом light включим background и отключим bloom и того что у нас есть у нас есть несколько источников света один это hd-ray карта по сути она крайне простая то есть тут два источника света один с одной стороны светит еле-еле слабенько подсвечивает противоположную часть другой же источник света более сильно светит на другую сторону соответственно когда мы берем нужный ракурс у нас получается подсветка которая идет с той стороны сверху и мы видим как сразу начинает отыгрывать бамп мы видим работу с ровносом и это положительно опять же сказывается на демонстрации ваших скиллов но так как одной этой карты не хватает то есть да мы подчеркиваем форму хочется еще добавить света с правой части и с левой соответственно мы это и делаем правый источник света и левый источник света дальше можно уже их делать немножко разными по размеру по удаленности по интенсивности например слева или справа уменьшить с другой стороны уменьшим и получается больше фокус на сам объект покажу материал значит самого оружия достаточно простой то есть есть уже заготовленные текстуры это base color карта металлика карта ровноса и нормал для бампа единственное чуть-чуть добавлен нойс в бамп чтобы вот эта шероховатость появилась в остальном и царапины то есть если я ее сейчас выберу выглядит таким образом material id max on noise roughness то есть все это текстуры уже готовы были вами сделаны на этапе моделирования и достаточно их просто презентовать все в сборе выглядит достаточно хорошо и приятно и давайте посмотрим на подложку как она сделана значит сам по себе материал крайне простой сейчас все уберу это обычный такой темно-серый пластик в синеме мы можем сгенерировать тайлы двух видов и есть еще вот такая текстура с какими-то чертежами это просто абстрактные чертежи мы их сшиваем друг с другом убираю все базовый цвет возвращаем маску это мелкие элементы потом добавляем больших линий и немного поверх это всяких чертежей по сути простейшие режимы наложения add чтобы белые полосы появлялись и soft light для текстуры подключается это все в base color соответственно материал уходит сюда и вот мы уже видим что у нас не просто черный материал а какие-то дополнительные элементы дальше есть различные текстуры потертостей грязь например разводы мы их можем объединить через overlay то есть получается такая двойная текстура у одной можно поставить более крупный масштаб у другой более мелкий масштаб например таким образом они чаще будут повторяться и здесь важно подобрать то значение которое вам понравится вот например сейчас сделаем чтобы разводы были более явно нежели вот эти пятна подключаем это соответственно в bump но в bump еще идет и наш цвет потому что тогда продемонстрирую если мы просто подключаем только нашу текстуру у нас есть вот эти все потертости но они не учитывают созданные текстуры поэтому мы используем в данном случае bump blender в режиме additive то есть он одну прибавляет к другой давайте добавим и мы увидим что появляются небольшие вдавленности по линиям именно вдавленности потому что сила бампа инвертирована если я поставлю единичку то все белое будет выдавливаться вверх вот мы видим хорошо сверху кадра если отрицательное то это будет внутреннее вдавливание соответственно я подобрал значение достаточно небольшое чтобы не сильно отвлекали от пушек но и тем не менее была какая-то фактура то есть материал крайне простой собранный и в целом все здесь работает также можно текстуры подгружать в Reflection Roughness чтобы они где-то были более глянцевые где-то менее глянцевые вот мы видим некоторые переходы еще раз за соло сделаю эту текстуру ramp соединю подключаем input и давайте сделаю сейчас более контрастной чтобы вы увидели влияние этой текстуры на подложку более глянцевые участки менее глянцевые все это делается также вот этой базовой текстурой которую создали для цвета то есть вот такое дополнение к фону вместо того чтобы использовать просто черный какой-то play создает дополнительную атмосферу и контекст вашей работы также очень важная вещь давайте продемонстрирую это использование пост-эффектов то есть в данном случае давайте пройдемся и я покажу какие пост-эффекты были использованы в целом у нас есть возможность загружать луты это аналог инстаграм фильтров ну это очень упрощенно да и здесь есть различные пресеты то есть переключая их внизу сила воздействия да мы можем получать абсолютно разные тонировки это очень здорово потому что опять же если вы не хотите возиться с композом и что-то там искать да вы можете прямо здесь подгрузить какие-то луты регулировать их силу то есть пост-эффекты мне кажется сейчас есть почти во всех рендерах некоторая обработка непосредственно в 3d редакторе дальше можно использовать различные кривые опять же для какой-нибудь тонировки какого-нибудь эффекта который вы хотите подчеркнуть или убрать соответственно также можно использовать настройки для камеры это экспозиция то есть прямо здесь сделать ярче или сделать темнее соответственно настроить шаттерспид и это будет влиять на motion blur но в статике не так важно да добавить винетирование различные настройки для убирания пересветов и так далее то есть saturation можно выкрутить и будет прямо ядреный ядреный цвет ну и конечно же bloom эффекты здесь бывает такое что надо зайти в какую-нибудь камеру и настроить дальше threshold то есть где этот блик будет я специально сделал сильное изменение изображения чтобы вы поняли как это все работает это исключительно для демонстрации флеер ну то есть вообще есть различные флеер наверное нет потому что источников света здесь нет и пересветы отсутствуют вот но в целом я думаю понятно ну естественно боке с различными параметрами вот она даже куда-то убежала вот здесь поэтому пост эффекты это очень полезная вещь и это такая финальная точка финальный штрих который позволит вам закончить рендер вашей работы и презентовать все что вы сделали на предыдущих этапах моделинг текстурирования в максимально выгодном свете и оформить это в красивый кейс спасибо за внимание ставьте лайки этому видео подписывайтесь больше лайков больше контента для вас на канале видео смайл большое спасибо за внимание пока